Центральным событием дня Общероссийского исторического собрания стало возложение венков к вечному огню и старт военно-исторического похода «Марш Победы». 50 молодых людей отсюда, от Поклонной горы, двинутся в трехдневный поход в Калужскую область. На всем маршруте их будет сопровождать военная техника и будет проведено несколько военных реконструкций. Открыли Первое национальное историческое собрание пленарным заседанием, где были определены задачи форума. В первую очередь это острая необходимость в консолидации современного исторического сообщества, прежде всего военных историков, для сохранения исторической памяти и наследия. Обостренное чувство исторической справедливости и вообще политическая черта наук в России. И на страже этой исторической правды всегда стояли, будут стоять российское историческое общество и российское военно-историческое общество. В то же время, по мнению экспертов, необходимо проанализировать состояние исторической науки, четко определить ее место в современном обществе, а также основные цели. Чтобы противостоять фальсификации истории, важно сформировать единую российскую историческую политику. Сегодня историкам надо ставить перед собой, наверное, крупные проблемы. За последние годы, к сожалению, наше историческое сообщество как-то вот разбежалось по каким-то своим квартиркам, каким-то мелким вопросам. Сколько волос было, допустим, Бородееву, Фридриху Великого и так далее. А вот такие главные центральные проблемы, которые сегодня требуют сопоставить, например, роль России в мировом сообществе, исторической миссии России, роль лидерства, да, вот, все это просмотреть на исторической перспективе. В конечном счете это поможет определить роль России в современном мире, укрепить ее позиции. Свыше 500 экспертов в ходе общероссийского собрания вместе пытались обозначить стратегию развития исторической науки. Как выясняется, в истории страны масса белых пятен даже в 20 веке. Как архивист могу сказать, что мы рассекречиваем все больше документов, вводим их в научный оборот, предоставляем исследователям, и отсюда, естественно, эти все темы поднимаются. Ну, самая главная тема, наверное, это причины столь неудачного начала войны 41-го года. Затем, конечно, причины не совсем удачных действий подпольщиков, партизан в начальный период войны. Но если мы возьмем нашу белгородщину и вспомним, что произошло в октябре, ноябре, декабре 41-го года, то из многих и многих партизанских отрядов, которые были созданы, наиболее действенными оказались только три. Это Шебекинский, Белгородский и Микояновский. Подобных открытых вопросов у историков масса. Заниматься поиском ответов придется в течение долгого времени. Кстати, Центральный музей Великой Отечественной войны, как место проведения Общероссийского исторического собрания, был выбран не случайно. Во-первых, основным организатором форума выступило военно-историческое общество, и во-вторых, все происходящее посвящалось 75-летию начала Великой Отечественной войны. Программа исторического собрания продолжилась на нескольких дискуссионных площадках. Обсуждались такие темы, как начало Великой Отечественной войны, военно-историческое наследие субъектов России и даже отображение темы войны в искусстве, в том числе и кино. Для белгородской делегации наиболее интересной стала тема «Военно-историческое наследие субъектов России». Это вполне объяснимо. В нашей области немало военных памятников и исторических мест. Например, музей-заповедник «Прохоровское поле». Белгородское отделение военно-исторического общества ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сохранению военно-исторических объектов. Кроме того, проводятся фестивали реконструкции. Ближайший состоится в июле в Шебекинском районе и будет называться «Белый город». В этом году нам обещают привезти в Белгородскую область выставку, которую сделала в качестве передвижной российское военно-историческое общество. Надеюсь, это состоится. Белгородцы смогут посмотреть эту выставку, связанную с российским кино. И не просто российским кино, а историческим и с военной тематикой связанным. Программа Общероссийского исторического собрания включала в себя не только научные сессии, но и церемонии. Так были вручены общественные награды за вклад в изучение, сохранение и популяризацию истории России. А также презентована новая почтовая марка, посвященная героической обороне Брестской крепости. Таким оказалось первое в новейшей истории России общенациональное историческое собрание. Станислав Колесников, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород, Москва.